У района, его особенности, традиции, почувствовать местный колорит, тогда вам сюда, на выставку сельских подворий. Комсомольский район был образован в 1939 году, и вместе с Днем Республики муниципалитет отмечает 75-летие. За эти годы удалось сделать немало. Во время Великой Отечественной войны Комсомольская земля дала стране пять героев Советского Союза, а те, кто остался в тылу, поделились с фронтом всем, чем могли, постоянно преуполняя план заготовок. В мирное время район преуспел в сельском хозяйстве. Здесь издавна жили и живут трудолюбивые люди, которые искренне любят землю и знают, как с ней обращаться. И она отвечает им, награждая крепким здоровьем и сильным духом. В последнее время очень преобразился наш Комсомольский район, особенно центр, село Комсомольское. Сами видите, вот все тут перед вашими глазами. Вот это мне очень нравится. Центр преобразился, все очень сильно. Все здесь по-новому. Раньше не так красиво было, сейчас очень красиво стало. Я очень рада, что есть такая традиция. Не знаю, насколько давно она появилась, но это очень здорово, что празднуется в разных районах. И центр смещается постоянно в новое место. И правильно, что каждый житель заслуживает быть на этом празднике, потому что это праздник каждого жителя республики. Потому что каждый трудится на благо, на благо республики, на благо государства, на благо своих детей. А дети – это и есть будущее республики, будущее государства. Поэтому очень здорово, что люди трудолюбивые и созидают. Сельские поселения Комсомольского района ради праздника выстроились на одной улице, разложив перед гостями все, чем богаты. Рукодельем чувачки всегда занимались и сейчас занимаются. Вот посмотрите, все, что хотите, они могут делать. Рады, рады, рады. И вам всем рады. Помимо вышивки, которой славится наша земля, местные мастерицы и мастера могут гордиться другими талантами, главное из которых – умение дружить. На Комсомольской земле издавна жили чуваши, русские и татары. Позднее к ним присоединились представители других национальностей, почувствовавшие здешнее гостеприимство и миролюбие. Так и живут душа в душу, поддерживая друг друга в рабочие будни и делясь радостью в празднике, как сегодня.